всем привет с вами ted и сегодня у нас терран против протоса заключительный шаг нашего приключения за терранов по собственно понимаю всей сущности starcraft а если вы играете за террана и чтобы одолеть всю сущность starcraft а вам нужно одолеть протосов поэтому сегодня мы смотрим собственно как клемм будет играть против протосов и он действия будет принимать и вообще в целом если у вас проблемы с протосами вы могли конечно же видеть у меня на канале другие видео гайды за террана там классные билды есть от ю термала еще всякие 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 но посмотрите просто вот это видео до конца и вы поймете собственно насколько просто побеждать протосов если вы играете за террана ну вот ну а как обычно вопрос дня так сказать какой юнит протосов вы считаете самым имбовым пишите ответ комментариях поехали 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 что у нас самого начала все очень просто это репер 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 будет в открытии то есть сапплай ставим барак ставим газ все как вы привыкли все как вы уже умеете естественно разведка пути после прото против протос идет у клемма конкретно на восемнадцатом сапплай он идет то есть я рекомендовал чуть раньше это делать но в целом 18 сапплай вполне нормальная история прогоняет пробку ставится цеху разведка приходит и смотрит nexus что она видит разведка на самом деле вы скажете ой так он же взял побежал домой надо было посмотреть сколько там газов еще чего на самом деле не надо если вы приезжаете поэтому скаута вы должны поступать что вы можете увидеть и если вы видите nexus и пилон и у nexus а вот столько жизней это значит что это был nexus после кибернетки то есть вероятнее всего вашу сторону побежит адепта либо у процесса будет юнит который сможет защититься от ваших забеганий риперов и прочее 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 поэтому клемм даже не спешит сразу забегать тут может поставить подождать то есть он уже готов он знает что там адепт он не спешит прям взорваться он предполагает что окей меня могут где-то здесь убить надо быть на чеку надо быть в безопасности вот и потом убежав от адепта запрыгивает проверяет проверяет и как я вам говорил не старается никогда убивать много пробок самое главное для начала это разведка и рипера всегда мы сохраняем вот здесь же тем временем как я говорил мы строим всегда марика на то есть рипер марик после марика идет газ и factory чей factory потом газ вот даже газа еще нету странно но после марика идет реактор и сразу же бункер в чем прикол в том что если вы бункер не по точнее если марика не построите бункер будет ну некого сажать а так марик уже бункер залез и в принципе марик из бункера защищает хоть как-то от адепта эту минеральную линию вот и как я говорил factory затем ставится газ по итогу начинаем делать мариков делаем 1 циклончика гелиончика и с гелионом можно с рипером поездить в чем плюс именно гелиона рипера это просто два супер быстрых юнита которым против которых тосу в принципе тяжело гоняться если тос без стенки вы можете одновременно и рипером и гелионом залететь и все 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 вообще проверить вот здесь же гелиона клемм оставляет на поздний скаут потом что-то посмотреть выход или еще что то то есть он может контролировать когда тос собирается выходить вашу сторону вот это такой разведывательный унит а рипер тем временем здесь приходит и смотрит просто какие технологии есть это со сколько у него газов вот это основные вещи которые стоит посмотреть параллельно с этим когда он все посмотрел он пытается убить естественно пробок дома же тем временем мы делаем рэйвена танка рассказывал уже был у нас видосик рэйвен танк универсальная защита от всего на ранних стадиях там вы дарков убьете как раз 430 появляется рэйвен супер удобно супер быстро после рэйвена starport отлетает тут мы делаем получается барак танк тоже собирался улететь но потом он понял что не стоит надо сделать еще танк вот и что делает гелион он смотрит третью базу то есть он контролирует когда же процесс выйдет третью базу и больше принципе ему особо смотреть и нечего один марик спереди чтобы видеть если сюда придут все остальные войска тут да то есть это такой вот нюанс что если протас будет играть например бинг пушек он сюда запрыгивает и вот здесь вы ждете если он идет с этой стороны то убив этого марика вы успеете вот это вот войско спустить и встретить вот это вот правильная позиционка против протаса викинг с рэйвеном все собственно защищает и контролирует два барака стих лабами то есть мародеры они сильны против протаса и просто продолжая продолжаем все клепать на старпорте реактор медиваки естественно делаем делаем третью базу вот и делаем скаут наконец понимаем что база достроилась на посмотрите на тайминг скаута сейчас расскажу этот момент то есть сюда пробка не может прийти спокойно поставить базу естественно протас вот собирается типа выходить убивает понимаешь руки здесь ничего не защищается и клемм через буквально 30 секунд через 40 делает этот скаут чтобы представлять нужно сюда эти или нет то есть он ставит свою третью базу и сейчас он планирует то есть мне нужно сидеть защищаться сейчас меня будут чем-то давить здесь двух баз протас может собирается выйти меня продавить либо в принципе могу себе позволить как-то напрячь его напасть вот как я говорил здесь дарки пытались заехать но рэйвен и викинг ничего не пропустят здесь танки пехота все круто вот кидается сканут понимает окей он поставил базу и ну отсюда он пишет уже глхф просто сворачивает танки и едет вперед то есть слишком мало сталкеров чтобы сдержать террена на седьмой минуте в итоге сталкеры теряются тут попытка контратаки это тоже как говорится глхф в принципе на подкрепление все это дело умирает с рэйвеном вернувшимся а здесь у нас идет атака да то есть контратака дарками не зашла потому что есть рэйвен рэйвена не было бы было бы тяжело вот и что же самое интересное на эту атаку просто-напросто вот такой выход на протаса вам решит просто просто вообще тьму проблем даже не знаю как это сказать указать короче танки не разложенные просто-напросто пока они сложились они там еле-еле ничего урона не нанесли их просто убили здесь филды половину армии держат батарейка есть хилит и самое смешное то что клемм мискликнул и заложил в медивак целую целый медивак пехоты вот видите у него целый медивак пехоты то есть вот этот пуш он грубо говоря можно сразу из него два танка вычеркнуть и целый медивак пехоты и тем не менее все равно протаса и с ним ну не справиться потому что вот так вот так вот побеждается собственно и что это такое да это как двух базовый аллен то есть как в той серии мы смотрели вы просто отсюда сидите и продолжаете ломать тоса вы продолжаете подкрепление свои посылать то есть ралли-пойнты все идут в атаку вот видите все ралли-пойнты в атаку и вы просто душите душите протаса с этой ситуации то есть вот это геймплан терран против протас вы должны всего лишь посидеть на базе защититься от всего заметьте он не пытался дропать мины ничего да вообще вложений в атаку не было был только рипер был гелион вы просто контролируете протаса и в момент когда он ставит третью базу вы выходите в атаку до этого вы сидите дома если у вас рэйвен если у вас викинг вы спокойно сидите защищаетесь вас просто невозможно проломать и как видите клемп собственно приходит и завершает игру мародера пушем таким потому что в производстве у него по два мародера по 4 марика хоть он потерял ксм ок на мулах выезжает то есть третья цеха в этом очень помогает а кто су когда вы пришли на третью и третье у него перестала добывать у него сейчас очень сильно проседает экономика и собственно это вот то чего добиваемся в этом начале вот вот такой вот у нас твп надеюсь вам понравилась серия спасибо за ваши лайки и комментарии напоминаю что это серия это часть обучающей программы из десяти шагов вы можете посмотреть всю программу перейдя в плейлист либо перейти на следующую серию с вами был дед